Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, каким образом составлять заявление финансовому уполномоченному по вопросам нарушения ваших прав со стороны страховщика. И поскольку с 1 июня полностью заработал этот институт финансового уполномоченного и сейчас невозможно обратиться в суд, не подав соответствующую жалобу заявления финансовому уполномоченному на действия страховщика, сейчас такое положение введено по ОСАГО, если спор на сумму до 500 тысяч, то, конечно же, этот вопрос очень актуален. И хотелось бы остановиться на некоторых положениях, каким образом составлять и подавать заявление финансовому уполномоченному. Прежде чем подавать заявление финансовому уполномоченному, как сказано в законе о финансовом уполномоченном, необходимо подать соответствующее заявление претензию страховщику. Это обязательный этап. Без подачи этой претензии, без этого заявления, ваше заявление финансовому уполномоченному не будет рассмотрено. Соответствующим образом, подавая претензию или заявление претензионного характера страховщику, вы уже должны обозначить тот круг проблем, который вы хотите решить, либо если вы были застрахованы, к примеру, на значительную сумму, а вам выплатили неполную страховую сумму, либо отказали необоснованно в выплате, либо затягивают по срокам выплаты этих страховых сумм, конечно же, в претензии надо прямо эту проблему обозначить. Поскольку у нас гражданское законодательство не обязывает стороны гражданского процесса, за исключением арбитражного процесса, но мы сейчас рассматриваем именно суды общей юрисдикции, если вы подаете заявление, вас не обязывают ссылаться на конкретную правовую норму, поскольку законодатель презумпирует, что вы соответствующим образом не являетесь специалистом в области права и можете действовать и без привлечения профессионального юриста. Поэтому, если вы самостоятельно обращаетесь, на вас такая обязанность не лежит. Но, тем не менее, желательно, конечно же, обосновать свои требования соответствующими правовыми нормами и указать те требования, которые вы выдвигаете к страховщику. Отправлять претензию страховщику желательно не в электронном виде, а, конечно же, в письменном виде и письмом с уведомлением, с описью вложением, заказным. Дорогие друзья, нередки случаи, когда страховщик не получает соответствующим образом направленное ему письмо. Это не является препятствием для обращения к финансовому полномоченному. Отправляем, ждем месяц. Месяц с момента получения страховщиком соответствующего письма. Через месяц нет ответа. Таким образом, необходимо будет говорить о том, что нет ответа в установленный законом срок. Однако, имеются доказательства в виде почтовой квитанции о направлении данного заявления претензионного страховщику. И имеется трекер-код с сайта Почта России о получении соответствующим страховщиком вашего заявления. И есть 30-дневный срок, который законодательство дает ему для ответа. Однако, ответ не получен. Это уже есть надлежащее обоснование того, что вы соответствующим образом отправили эту претензию страховщику. Этого более чем достаточно. Есть другой вариант, когда вы получаете ответ. Это, скажем так, более приемлемый вариант. И вот эти все доказательства и отправления, и полученный ответ вы должны прикладывать к заявлению, которое следует после претензионного письма к страховщику, а именно к заявлению финансовому уполномоченному. Требования к заявлениям финансовому уполномоченному. Так вот, дорогие друзья, в законе установлены фактически требования точно такие же, как к исковому заявлению, которое вы будете в дальнейшем подавать в суд, если вас не устроит ответ финансового уполномоченного. То есть, обязательно указывается наименование финансового уполномоченного. Оно содержится в законе и на сайте. Необходимо указать от кого. То есть, ваши реквизиты, фамилия, имя, отчество, адрес, место проживания, ваши контактные данные, телефоны, электронная почта и так далее и тому подобное. То есть, максимально облегчить коммуникацию с вами со стороны финансового уполномоченного. Также необходимо указать то лицо, в отношении которого подается это заявление. То есть, тот страховщик, который не выполнил, по вашему мнению, обязательства в отношении вас и который нарушил требования закона и, соответственно, ваши права. Также в этом заявлении указывается полностью фабула дела. То есть, когда произошел страховой случай, место, время, каким именно способом, кто совершил, кто является виновником, какие решения по этому поводу приняты компетентными государственными органами, такими как ГИБДД, либо иные органы. Какие результаты рассмотрения административных материалов и так далее и тому подобное. Каким образом и когда, у кого, где вы были застрахованы, чем это подтверждается? Номер страхового полиса, обязательства страховой перед вами прописаны в полисе, прописаны в законодательных актах, либо в договоре, который вы подписывали. Когда, каким образом, кому вы сообщили о страховом случае, кто ответственное лицо из страховой компании, какие меры были приняты страховщиком, в какой части были компенсированы расходы, в какой части не компенсированы. Какие меры после этого вами предпринимались? Содержание вашего претензионного письма, доказательство направления этого претензионного письма страховщику, полученный от него ответ, либо доказательство того, что он получил и не предоставил вам ответ, то есть действовал недобросовестно. Какие ваши аргументы в защиту того, что вы соответствующим образом правы в этой ситуации? То есть, либо заключение независимого эксперта, либо мнение специалиста, либо пояснение показания свидетелей, зафиксированные в письменном виде, либо иные материалы, фото, видео, фиксация, с камер внешнего наблюдения, с записи, с так называемых видеорегистраторов и так далее и тому подобное. То есть, весь тот круг доказательств, которые вы соответствующим образом собрали, подготовили в защиту своей позиции. Или те меры, которые вы просите принять финансового полномочного для того, чтобы он соответствующим образом подтвердил те обстоятельства, на которые вы ссылаетесь и которые доказывают вашу правоту по делу. То есть, это тот минимальный круг обстоятельств, доказательств, которые вы должны описать в заявлении и соответствующим образом к нему приложить в отсканированном виде и отправить в электронном виде по адресу, указанному на сайте финансового полномочного. И уже после этого в течение 15 дней финансовый полномочный принимает решение по вашему заявлению. Причем этот срок может быть на основании того же решения финансового полномочного, если требует дополнительной проверки, соответствующим образом продлен, но он все равно не выходит за пределы того же месяца. Поэтому там очень ограниченный срок рассмотрения вашего заявления и поэтому вызывает большие сомнения. Но посмотрим, как будет складываться практика о том, что будут приняты объективные решения, поскольку очень сжат по времени, по рассмотрению. Поэтому при таком интенсивном процессе не исключены ошибки и фактически, и юридически со стороны финансового полномочного. Поэтому законодатель и предусмотрел, что соответствующим образом после этого вы имеете право обратиться в суд уже непосредственно. Но только пройдя эти два этапа. То есть претензия страховщику, заявление финансовому полномочному и после этого обращение в суд общей юрисдикции. Вот это, дорогие друзья, основные правила, которые вам необходимо обязательным образом соблюдать для того, чтобы добиться необходимого результата, хотя бы минимального. Это рассмотрение по существу вашего заявления финансового полномочного. Ну а если, скажем так, вы хотите добиться положительного решения, необходимо расширять этот круг, детализировать и так далее и тому подобное. Вот это те краткие моменты, на которых хотелось бы сегодня остановиться. Если у вас остались или возникли вопросы, пишите, пожалуйста, на электронную почту, звоните по телефону и, конечно же, пишите в комментарии к видео. В дальнейшем мы детализируем отдельные моменты этого процесса, поскольку тема вызывает сейчас большой интерес, поскольку институт новый, обязательный. И, конечно же, имеется определенная проблематика, вопросы, которые у широких кругов населения возникают, а ДТП, количество их не уменьшается с нанесением ущерба имуществу. Поэтому вал и поток таких заявлений будет, конечно же, большим. Сегодняшнее пожелание вам удачи и, конечно же, не попадайте ни в какие дорожные передряги. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok